К другим темам. За пять лет в Тирасполе больше трети дорог сделали на деньги компании «Шериф». Благодаря этому каждый год столица экономит свыше миллиона рублей на ямочном ремонте. Об этом рассказал сегодня мэр Тирасполя Олег Довгопол на пресс-конференции по итогам работы за пять лет. Такого большого ремонта дорог, как за последнюю пятилетку, в Тирасполе не проводили десятилетиями. С 2017-го в Тирасполе отремонтировали более 200 тысяч квадратных метров дорог и свыше 100 тысяч тротуаров. Почти треть отремонтированных дорог сделали благодаря инвестору. Каждый год компания «Шериф» дает около миллиона долларов на ремонт столичных дорог. Более 80 тысяч квадратных метров было отремонтировано именно за счет фирмы «Шериф». За счет тех денежных вложений, которые были направлены этой фирмой на ремонт дорожного полотна города Тирасполе. И это ремонт капитальный, это ремонт под особым контролем, и это ремонт, который, на мой взгляд, очень сильный рывок дал для города Тирасполе. Очень сильный рывок. Я уверен, что и дальше мы будем сотрудничать с этой фирмой. Я уверен, что фирма «Шериф» даст нам возможность город Тирасполе довести до идеального состояния, в принципе, какие цели у нас состоят. Центр, районы с активным движением, окраины, где много грузового транспорта, основные дорожные артерии столицы заново уложили на деньги компании «Шериф». Это улица Клары Цеткин, она соединяет разные районы города. На балке улица Комсомольская, Котовского, Роза Люксембург, Развязского дендропарка. Шесть километров ровного асфальта по Карла Либнихта, от Западного и до Ленина. Новую дорогу и проезды сделали на кладбище на Западном. Благодаря тому, что «Шериф» фактически строит дороги заново, каждый год столица экономит на ямочном ремонте свыше миллиона рублей. Прошло всего лишь пять лет. Посмотрите, как преобразился город. Вы себе не представляете, какие огромнейшие деньги уходили именно на ямочный, латочный ремонт. А это именно те деньги, которые должны уходить на ремонт социальной инфраструктуры, детских садов, школ и так далее. И в перспективе, в том числе на поднятие заработных плат. То есть это трата бюджетных денег. И тогда было принято решение о максимальном уделении внимания дорожной инфраструктуре, которая должна быть сделана один раз и хотя бы на 10-15 лет. Детские сады, школы, коррекционные центры. В городе продолжаются стройки и масштабные ремонты. Работы не останавливали даже во время пандемии и в этом году, когда пришлось сокращать расходы уже из-за политической ситуации в мире. На следующей неделе, в преддверии дня города, после большого ремонта, в Террасполе откроют детский сад «Ивушка» и корпус коррекционной школы у парка «Победа». Наталья Ткачук, Игорь Мацота, ТСВ.